Вести Карачаева, Черкесия В конце прошлой недели руководитель региона Рашид Тимреза В Москве принял участие в совещании по вопросу подготовки кадров в сфере туризма Мероприятие прошло в рамках подготовки заседания Президиума Государственного совета страны по развитию туризма в России Под председательством помощника президента, секретаря Государственного совета страны Игоря Левитина В Карачаево-Черкесии фиксируется ежегодный прирост туристского потока в среднем на 15% В прошлом году мы преодолели отметку 1 миллион 700 тысяч туристов в год И намерены и дальше развивать наши курортные зоны, отметил руководитель региона По его словам, уже сегодня наши курорты имеют полное право претендовать на звание международного уровня С увеличением туристического потока в республику растет и потребность в повышении уровня оказываемых услуг И подготовке современных профессиональных кадров Ежегодно для сферы туризма, обслуживания и гостеприимства в Карачаево-Черкесии выпускается более 200 специалистов Со средним профессиональным образованием и более 30 специалистов с высшим образованием бакалавров Рассказал Рашид Темрезов Он подчеркнул, что будет уделено внимание и дальнейшему наращиванию кадрового потенциала для туристической отрасли Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Дамбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей Поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час А также объект общепита и жилого дома Об этом рассказал министр туризма и курорта в республике Расул Тикеев Инвестиционный проект развития «Дамбай» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов А также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра Предполагается строиться обеспечивающей инфраструктурой, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра Это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается и она будет завершена Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой То это объекты туристской инфраструктуры Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день В пик сезона мы знаем, что там создаются очередя И вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли Более 150 километров электролинии реконструировали в регионе для снижения энергопотерь Обновление распределительных сетей выполнено в населенных пунктах Прикубанского и Карачаевского районов Заменено в частности 6215 износившихся опор и 156 километров провода на самонесущие изолированы Кроме этого, на обновленных линиях электропередачи специалисты установили почти 7 тысяч новых умных счетчиков Которые защищены от стороннего вмешательства и манипуляций с показаниями В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ Занимавшихся вербовкой жителей региона и пропагандой своих идей По местам их проживания обнаружены и взяты 10 единиц гражданского огнестрельного оружия Пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты, большое количество боеприпасов Средства связи, содержащие материалы, свидетельствующие об их противоправной деятельности Следственными органами в отношении задержанных уже возбуждены и расследуются уголовные дела По статьям организации и участия в деятельности террористического сообщества и пропаганда терроризма Налоговые органы Карачаева-Черкесии приступили к приему специальных деклараций В рамках четвертого этапа добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов Вкладов в банках, представляемых налогоплательщиками в соответствии с федеральными законами Комментирует информацию официальный представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Татьяна Мамхьягова Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике Информирует вас о проведении четвертого этапа амнистии капиталов До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках О ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные и финансовые инструменты Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что они будут размещены на счетах в российских банках в течение 30 дней со дня представления декларации При декларировании транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответствующих государственных реестрах Российской Федерации В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта или лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств и финансовых активов на счета в российские банки и организации финансового рынка В эти дни в поселках Архиз и Романтик приостановлена подача газа В связи с обильными осадками в реке Большой Зеленчук поднялся уровень воды, что стало причиной повреждения газопровода и приостановки газоснабжения в двух населенных пунктах Зеленчукского района Правительством региона оперативно создана рабочая группа, которая на месте оценила ущерб и определила пути скорейшего восстановления газоснабжения 14 километров дороги, ведущей к Лунной Поляне, будут отремонтированы с применением новых технологий В частности, на участке автодороги Архиз Луная Поляна-Дука продолжаются работы по ремонту и устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальта бетона Его основными преимуществами являются водонепроницаемость и морозостойкость, высокая усталостная стойкость, повышенная сдвига устойчивость, а также повышенное сцепление дорожного покрытия, низкий уровень шума и многое другое Работу планируется завершить до декабря текущего года Обращения граждан по новым выплатам для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет рассматриваются пенсионным фондом в ускоренном порядке Среднее время обработки запроса составляет от 2 до 4 рабочих дней Каждая из них рассматривается в индивидуальном порядке Специалисты фонда проводят детальный разбор ситуации и перепроверяют поступившие сведения В случае выявления неточностей, ведомство в течение трех рабочих дней с момента обращения пересмотрит решение о назначении выплаты И уведомит об этом семью через личный кабинет на портале госуслуг или по телефону Вопросы и обращения граждан принимаются через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 00 и онлайн приемную пенсионного фонда, а также по горячим линиям региональных отделений организации и в официальных группах фонда в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм В Черкесске появится еще одно атмосферное место Небольшой сквер, где стоит памятник Есенину и видным государственным деятелям республики, преобразится в оставшийся летний период Это небольшая территория площадью порядка 1200 квадратных метров, прилегающая к Каштановой аллее на Комсомольской Старое, пришедшее в непригодность, плиточное покрытие заменят на новую, применив веерную схему укладки Изменится также форма и расположение цветников, клумб и газонов Лавочки и орны, где требуются, отремонтируют или же заменят Работы начнутся ориентировочно в середине июля Концерт в московском Кремле Фестиваль классической музыки под звездным небом Архиза Масштабное историческое шоу в оригинальной столице Министр культуры Карачаева Чикеси Зура Багиба в ходе прямой интернет-трансляции Анонсировал список мероприятий, которые состоятся в ближайшие три месяца В рамках празднования столетия нашей республики Задача у нас ровно такая, чтобы каждый народ, а у нас их основообразующих пять Мог продемонстрировать и собрать воедино культуру свою, хореографическую, вокальную Культуру народно-художественных промыслов, ремесел, традиции Конечно же, все это мы постараемся сопроводить с кулинарией И вот такой вот фестиваль культуры каждого из народов, чтобы выезжал условно в районы в гости друг к другу Некоммерческая организация Карачаева Чикеси победила в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив Проект «Бессмертные души» — литературная телевизионная олимпиада Среди школьников Карачаева Чикеси Благотворительного фонда «Созидание» стал одним из победителей По итогам третьего специального конкурса текущего года На предоставление грантов президента страны На реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий Олимпиада, посвященная русской литературе, охватит все районы и города республики Всего в проекте примут участие порядка 350 школьников А благодаря широкой информационной кампании количество онлайн-зрителей составит почти 250 тысяч человек В период с 15 июля по 4 августа в рамках восьмой смены Международного детского центра «Артек» Состоится финал всероссийского конкурса «Большая перемена» Среди обучающихся в 2021-2022 учебном году по программам среднего общего образования в 5-7 классах В котором примут участие около 700 школьников 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов Смогут отправиться в путешествие по России на поезде «Большой перемены» В список финалистов конкурса от Карачаева-Черкесии вошел Владислав Пащенко, учащийся 17-й гимназии Черкеска Владислав умный, талантливый, целеустремленный, активный молодой человек, у которого на счету немало побед А в различных всероссийских конкурсах В России пройдет первая национальная премия «Горы России», Участниками которой могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, А также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства Премия, в рамках которой впервые выберут лучший горнолыжный курорт страны и лучший отель для горнолыжников Послужит дополнительным стимулом и мотивацией к улучшению качества предоставляемых услуг в туриндустрии Замечательно, что участниками могут стать любые всесезонные горные и горнолыжные курорты России И немаловажно выбирать победителей будут сами жители путем народного голосования У наших горнолыжных курортов Донбай и Архиз есть все шансы на победу Народное голосование стартует 1 сентября и продлится до середины октября В рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии в Москве с концертной программой На фестивале Дружбы народов выступили артисты республики Культуру региона на ВДНХ представляли ансамбли танца Мингитау и Адиюх А также Рамина Китаева, Алият Нурлубаева, Трио Виктория, Лаура Акбаева и Анжела Мукова По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность Местами кратковременный дождь и гроза В отдельных районах сильные осадки Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла В горах местами плюс 16-21 В северной части высокая пожароопасность 4 класса В Черкесии кратковременный дождь и гроза Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду Столбик террометра поднимется до отметки плюс 27 Таковы наиболее заметные события Республики Информационный выпуск провела Рита Нирова Реклама В 2022 году Пятигорский государственный университет Предоставляет возможность поступить на 560 бюджетных мест По всем уровням обучения Прием документов по программам бакалавриата и специалитета На бюджетные места ведется до 25 июля А на некоторые направления подготовки Предусматривающие дополнительные вступительные испытания Документы необходимо подать до 15 июля В том числе на педагогическое образование с различными профилями Где имеется значительное количество бюджетных мест Поступай правильно, поступай в ПГУ Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки 17 июля, Черкесск, Зеленый остров, Амфитеатр Билеты в кассе и на сайте biletik.pro Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия До новых встреч!